Все профессии нужны, все профессии важны. Особенно если речь идет о медицинских профессиях. И за дня в день, проводя десятки операций, спасая сотни человеческих жизней, врачи и медсестры показывают, насколько эта работа нужна, трудна и ответственна. Но это уже совсем не пугает тех, кто уже со стопроцентной уверенностью выбрал свой профессиональный путь и решил присоединиться к рядам людей в белых халатах. Такую возможность молодым людям предоставляет Брестский государственный медицинский колледж. Сегодня в учреждении образования стартовала вступительная кампания. Сегодня первый день стартует приемная вступительная кампания в нашем колледже. На данный момент мы уже активно принимаем абитуриентов и их законных представителей. Проходит процесс заполнения документов. В этом году мы набираем 270 человек на две специальности. Специальность – лечебное дело на основе общего среднего образования. То есть после 11 классов и специальности – сестринское дело мы набираем на основе двух образований. Общее базовое образование – это после 9 класса, второй год набора у нас такой, и на основе общего среднего образования, то есть после 11 классов. Брещанка София Жак решила связать свою жизнь с медициной давно, но усиленную подготовку к поступлению начала с 9 класса. Пообщавшись со знакомыми, которые уже учатся в колледже, девушка твердо решила, что будет поступать в медицинский. Подавать документы пришла с мамой, ведь так меньше волнения. Я определилась, что хочу связать свою жизнь с медициной еще с 7 класса. Мне очень нравится эта профессия и совсем недавно, в 11 классе, я решила поступить сюда, в Брестский медицинский колледж. У меня есть здесь знакомые, которые очень хвалили данные заведения. Я выбрала факультет лечебного дела фельдшера Акушера. У меня тетя работает медсестрой, она сказала, что лучше всего поступать на фельдшера Акушера. Так будет больше возможностей. И мне нравится работа в скорой помощи, так как бывают разные случаи, можно столкнуться с разными случаями. Сегодня медицинский колледж предоставляет возможность обучения по двум специальностям – фельдшер и сестринское дело. Вероника Радчук выбрала вторую. Ее решение поддержал отец, ведь кто, как не он, знал и видел. Любовь дочки к медицине навсегда. Говорит, я буду врачом, буду медсестрой. Разговоры были такие детские. Школу закончила, куда пойдешь. Мы говорили, может где-то выше, может где-то в другое что-то подумать. Нет, колледж и все. Она просто горела желанием, чтобы после школы попасть в колледж и дальше развиваться. Я с детства мечтала поступить. Желание было. Ходила, говорила, буду врачом, все. Ну, колледж делала игрушкам. Вот такое было в детстве. Ну, не знаю. Выше почему не хотела? Ну, потому что как-то, ну, сердце лежит просто в колледж пойти. Я думаю, что нужно сейчас пробовать колледж, а потом уже, если уже попробуешь, ну вот, я думаю, надо начинать с самого маленького и уже стремиться к большему. В больнице лежала много раз. И так нравилось, как медсестрички ходят. Ну, так нравилось. Хочется в медсестру пойти. В текущем году сроки подачи документов немного изменились. Теперь медицинский колледж принимает документы до 20 августа включительно. 20 августа включительно. 20 августа – это воскресенье. Приемная компания и комиссия будет работать с 9 до 18 часов, как и в обычные дни. И это будет последний день подачи документов на платное обучение. Для того, чтобы подать документы в колледж, нам необходима медицинская справка о состоянии здоровья, подписанная поликлиникой, где в заключении указано, что нет противопоказаний к обучению у нас. Дальше документы об образовании. Это может быть аттестация, свидетельство о базовой школе или для тех, кто уже прошел обучение на уровне профессионально-техническом диплом. И, соответственно, приложение к нему для подсчета среднего балла. Также 6 фотографий и конверты. Выпускники Брестского государственного медицинского колледжа всегда находят место работы и в основном трудоустраиваются на территории Бреста и Брестской области. Ведь востребованные специальности предполагают, что сидеть без дела после окончания учебы не получится ни у кого.